О своей болезни Иван Успенский узнал два года назад. Как рассказывает, случайно просто сдал кровь на ежегодном медосмотре. Первая часть лечения, химиотерапия, проходила ВКБ. Затем трансплантация костного мозга уже в Москве. С потрясающим чувством юмора он описывает в соцсетях про все этапы своей борьбы с раком. Я очень много посмотрел за это время вот этих историй в инстаграме, в фейсбуке, что вот бедный ребенок, бедный человек, ему так плохо и постят каждый день об одном и том же, об этом и в мире так много боли. Зачем я еще спою-то буду туда привносить? А так посмеешься, оно как-то полегче. Признается, когда узнал, сколько стоят лекарственные препараты, сразу понял, без сбора средств в одиночку справиться невозможно. Смысл был прост. Изначально я когда узнал про болезнь, то есть прям в тот же день госпитализации, я всем своим друзьям написал, что ребята, такое дело, надо, наверное, нам деньги собирать, потому что, понятно, проработав в нашей медицине, могу четко сказать, что на лечение такой болезни обязательно собирать деньги. То есть неважно, человек столкнулся с онкологией, есть у него деньги, нет у него денег, денег лучше собирать сразу, потому что, ну, опять же, начинал я с таблеток за 70 тысяч в месяц, сейчас 500, к чему в итоге я приду, понятия не имею. Особенность заболеваний Ивана в том, что опухолевые клетки уничтожают здоровые, и количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов сокращается. Но уничтожить больные клетки непросто. Рак оказался с редкой хромосомной мутацией. Многие препараты неэффективны, а чтобы не произошло рецидива, необходимо принимать дорогостоящие таблетки. Они дорогие, не сертифицированные в России, но очень действенные. Убивают только раковые клетки, оставляя здоровые. Цена одной пачки – около 600 тысяч рублей. Сложность лечения в дороговизне. И в том, что форма у меня оказалась очень такая, не то что нечувствительная, слабо поддающаяся лечению. То есть мы уже пробуем самые дорогие лекарства, все равно наступает рецидив, еще более дорогие лекарства, и все равно рецидив. Сейчас вот планируем введение препаратов, там курс стоит 4,5 миллиона. Ну это если не считать тех 500 тысяч, которые мне нужны каждый месяц. У Ивана прекрасная семья, жена и трое сыновей. И большое желание вернуться к призванию, продолжить работать в операционной и помогать людям справляться с болезнями. К сегодняшнему дню он закончил работу над книгой. Со дня на день она появится в электронном доступе. Ее название – свидетель жизни. Вот в России кто сталкивается с таким заболеванием? Что делать? Да, что делать. Хвататься за голову, не знаю, что делать. То есть если бы сейчас люди не помогали, ну точно я бы уже покоился где-то. Все желающие могут помочь рязанцу в борьбе с раком, перечислив средства на карту, номер которой вы видите на экране. И конечно следите за жизнеутверждающим блогом Ивана. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».